Здесь на площадке перед домом культуры «Спутник» проходит отчет участкового полномоченного полиции Максима Кондражкова о работе его в 2018 году в первом полугодии. Участковый инспектор полиции всей правоохранительной системы, он ближе всех к людям, если что случается, обращаются к нему. Участок лейтенанта Максима Кондражкова охватывает весь микрорайон Щелково-7 и окрестности. Улицы 60 лет октября, недели на Броварскую, деревню Байбаки, несколько гаражных кооперативов и СНТ. Лейтенант порадовал за полгода в сравнении с аналогичным прошлым периодом. Количество преступлений здесь снизилось на 19% с 458 до 370. Спектр обязанностей участковых достаточно велик, но в первую очередь им приходится заниматься правонарушениями имущественного характера. В основном это кражи детских колясок, велосипедов, самокатов. Тут жителям стоит внимательнее следить за своим имуществом. Также в полномочиях участкового наказывать за антиобщественное поведение. Больше всего протоколы по административной ответственности составлены в отношении лиц, предупреждающих распитие алкогольной продукции в общественных местах. То есть общественные места это у нас везде. Вы либо пьете дома, либо в основном месте, в баре, в каком-то ресторане, но не на улице, чтобы не видеть ни граждан, ни дети, потому что многим это неприятно. Жители задали своему участковому вопросы относительно оформления охотничьего оружия, случаев утери паспорта регистрационного законодательства. Многих волнует, как полиция реагирует на нарушение общественного порядка со стороны несовершеннолетних. Гражданский долг сообщить в отдел полиции Щелкова, где сотрудники полиции либо выйдут, либо доставить его в отдел полиции, где будет составляться административный протокол, если он достиг выживания к административной ответственности. Максим Контрашко в ходе своего отчета дал жителям рекомендации, как им самим можно обеспечить свой покой и безопасность. Установить видеодомофон на двери подъезда, подключить квартиру к системе охраны, да и просто не открывать дверь незнакомым. Также участковый призвал граждан вступить в ряды внештатных сотрудников полиции или становиться народными дружинниками. В общем, действовать с полицией сообща. От населения нужна только одна помощь, чтобы они, если что-то где-то случается, чтобы оперативно сообщали. Вот, соответственно, мы и мы сможем помочь людям и найти человека, который совершил какое-либо преступление, правонарушение или пытается его совершить. Возможно, даже если хочет его совершить. Как бы мы и обезопасим свой район этим, вот, и поможем людям. Жители однозначно назвали разговор со своим участковым полезным. У народа накапливаются вопросы, кто-то, не каждый же пойдет обращаться в полицию. Поэтому это очень продуктивное, так сказать, собрание. Можно в любое время. Как бы и был уже опыт такой, что и рано утром, и поздно вечером можно позвонить к нему. И всегда адекватно отреагирует. Если нужна помощь, тут же встанет, сам прибудет на какое-то место происшествия. Вот, как бы очень довольны. И соседи довольны, и жители довольны. Андрей Циханович, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».